Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Я приветствую вас на своем канале Мода и Джизима, канала Моди и Красоте, а также о бумном шопинге. В камеру я выгляжу сегодня бледновато, потому как я не накрашена, просто ну не грамма макияжа. Все дело в том, что наши дети каким-то вот неожиданным образом, каким-то, объявили выходной, потому что плохая погода у нас, на самом деле сейчас нет даже дождя на улице, но тем не менее дети дома. И, соответственно, это очень случилось неожиданно, именно вечером, вчера, в воскресенье, пришло письмо из школ. Соответственно, я ничем не занимаюсь, никуда не иду, не снимаю, никуда не выезжаю. Я дома целый день убираюсь и также вяжу. Вот такой у меня теперь шарф образовался. Соответственно, видео про вязание это отдельное видео, где я скажу о своих находках, да какие находки, о своих открытиях, поделюсь с вами идеями. На мой взгляд, хороших подарков своими руками, если вы вяжете, либо если вам нравятся вязаные изделия, вы можете у того, кто умеет вязать, попросить такой подарок. Кстати, моим детям в свое время подарили многие, кто умеет вязать, шапочки. И я была очень-очень рада. Такое одеяльце в свое время не подарили, потому как это на самом деле дорогая вещь. Я вот сейчас понимаю, сколько пряжи уходит. Но я была бы очень рада вот такому подарку. Поэтому, в общем-то, вы либо можете попросить у того, кто вяжет, либо сделать новорожденному, например, ребенку вот такой прекрасный подарок, такое прекрасное одеяльце. Но речь сегодня пойдет о самой обычной стирке. Кстати, все средства, о которых я вам расскажу, подходят даже для стирки вот таких деликатных шерстяных вещей. Я много раз пробовала, все прекрасно стирается, все отстирается. На канале есть много видео про стирку. Я рассказываю, что я стираю этим, либо вот этим. Но в этом видео я все компилирую, потому как я и нахожусь, в общем-то, в постирочной, и мне пришла эта идея в голову все-таки все рассортировать. И, наверное, это будет заключительное видео. Вряд ли я что-то новое еще открою, но кто знает. Итак, я начала свой канал. Точнее, одни из первых видео о стирке были записаны на тему того, что я стираю белье, постельное белье, детские вещи, самым обычным средством для посудомойки, либо средством для ручного мытья посуды. Имейте в виду, что разница лишь в том, что для ручной стирки средство очень сильно пенится, соответственно, дозируйте аккуратно. Сколько я добавляю? Если белье очень загрязненное, соответственно, если белья много, например, постельное белье, то, соответственно, я добавляю, ну, примерно столовую ложку, не больше. И я стираю самым обычным средством для ручного, ручной мойки посуды, все время путаюсь в этом названии, потому что оно стоит дешевле. Средство для посудомойки стоит чуть-чуть дороже, но я не вижу разницы в результате, вижу разницу только в том, что оно стоит дороже. Соответственно, я стираю вот самым обычным средством. Логика моя простая. Если отмывается жирная посуда даже в холодной воде, как обещают многие средства для мытья посуды, то белье в горячей воде уж тем более отстирается, тем более тип загрязнения тот же самый. Допустим, засаленное постельное белье, если кто-то спит до такого состояния белья, что оно засаливается, либо детские вещи испачканные той же самой жирной одеждой, либо, допустим, скатерти. Я вынужден использовать скатерти, надеюсь, что скоро смогу от них отказаться, но пока маленькие дети, удобно скатерти использовать. Соответственно, вот загрязнение со скатерти отходит прекрасно, если я добавляю столовую ложку, но безусловно не на одну скатерть, на несколько скатерти, одну столовую ложку самого обычного средства для ручного мытья посуды. Все стирается прекрасно, и, повторюсь, логика моя была проста также и в том, что я считаю, вернее, я знаю наверняка, и те, кто интересуется этим вопросом, безусловно, это знают тоже, что очень многие средства, например, отбеливающие средства, они содержат определенные вещества, которые не смываются при полоскании белья. Это значит, что это имеет все непосредственный контакт с нашей кожей, плюс очень часто имеются очень сильные отдушки, эти отдушки синтетические, они могут вызывать в лучшем случае аллергические реакции, поэтому детское белье я тем более никому не рекомендую стирать такими средствами промышленного производства для стирки белья. Соответственно, все у меня прекрасно, повторюсь, отстирывается, вещи не портятся, я стираю шелковые платки Hermes этими же средствами, о которых вам сейчас скажу. Прекрасные шерстяные вещи, я постирала пальто по осени, покажу вам это пальто живо-здорово, все с ним хорошо. В общем-то, всем рекомендую. Еще один способ, который я для себя открыла, который нравится мне почему-то больше, потому что запах очень приятно имеет белье после этого, это стирка самым обычным хозяйственным мылом. В Италии хозяйственное мыло, это мыло марсильское, оно сделано, это растительное мыло, мыло сделано на базе оливкового производства, и оно имеет очень характерный лимонный запах, мои дети тоже его очень любят, мои дети им моются также, и я мою им руки. Кстати, по поводу жидкого мыла для рук я тоже часто говорила, если у вас в семье маленький ребенок, маленький ребенок, либо маленькие дети, замените ваше жидкое мыло на обычное кусковое мыло. Жидкое мыло, к сожалению, не смывается также, тем более, очень плохо мыть ребенку руки так называемым антибактериальным мылом, потому что оно вообще-то уже все смывает, это нехорошо, оно смывает даже ту защиту, те хорошие, скажем так, микроорганизмы, которые живут на нашей коже, поэтому не нужно использовать его, и об этом тоже уже очень много сказано и написано, и в отдельных странах даже запретили антибактериальное мыло, допустим, в детских садах, либо в школах. Соответственно, замените на кусковое мыло, и мои дети моются этим мылом, и оно универсально, оно подходит для стирки, для уборки, оно подходит также для личной гигиены человека, для волос тоже подходит, мои дети моют волосы именно им. И им прекрасно стирается тоже белье, как я стираю, тоже много раз показывала, возможно, сейчас не смогу вас произвести, найдите на канале видео «Стирка хозяйственным мылом», и там я показываю, как самый обычный носок, либо детский гольф, можно положить, либо капроновые колготки старые, допустим, взять, я не пробовала, но уверена, что так все будет хорошо. И, соответственно, закрепить, кстати, я в видео «Стирка хозяйственным мылом» не сказала, точнее, я тогда еще не знала, не открыла этот способ, я крепила, скажем так, носок снизу барабана. Закрепите его с самого верха, вот так, и потом закройте, тогда у вас точно ничего не будет капать, и вынимать удобнее это мыло, когда цикл закончился, а стирки, и вы выходите на полоскание, необходимо вручную это мыло вынуть. Соответственно, вот таким образом я тоже стираю, могу сказать, что это достаточно муторно все-таки, потому как рядом с машинкой нужно находиться, иметь в виду, примерно знать, когда цикл стирки заканчивается, начинается полоскание. Но, повторюсь, для детских вещей, я мама очень скрупулезная, я, в общем-то, такой способ и до сих пор применяю. Но недавно я открыла для себя, ну, точнее, я тоже всегда об этом знала, просто недавно я ездила в супермаркет, я часто говорила, что я не езжу сама в супермаркет, эту счастливую обязанность взял на себя муж. Я ему часто говорю, ты едешь потусоваться в супермаркет, потому что я была с маленькими детьми все время, мне очень хотелось, на самом деле, съездить в супермаркет. Соответственно, он покупает продукты, делает все закупки, и поэтому я не обременяла его выбором недорогого средства для волос, либо недорогого средства для душа. И вот недавно мне случилось делать видео, и самой заехать за какими-то покупками, и плюс время появилось, я ехала в супермаркет и выбрала вот такое прекрасное средство. Это литр продукта, стоит евро 0,8-0,9, вот как-то так. И уверена, что этот продукт рано или поздно также выйдет на спецпредложение, то есть можно будет купить его несколько дешевле, но даже цена за литр в евро и что-то там, это очень хорошая цена. Если мы посмотрим на состав этого средства, мы увидим, что это традиционный состав любого шампуня, любого средства для душа. Это очень агрессивные моющие средства, точнее моющие ингредиенты. А также, если мы проведем эксперимент, мы увидим, сколько пены дает именно это средство. Я этим средством периодически убираюсь, но также этим средством я стираю. И я недавно выпустила видео о том, что я убираюсь самым обычным шампунем, в котором много силиконов, вам советую. Более того, вы можете мыть стекла, добавив немного, буквально, горошину самого обычного кондиционера с силиконами для волос, если, в общем-то, вы решили перейти на натуральный уход и некуда деть этот кондиционер. Видео на канале также существует. То, тем не менее, шампунь с силиконами, это просто-таки два в одном, все убирает, очень хорошо убирает сантехнику, известковый налет и так далее. Но этими средствами я не рекомендую стирать. По той простой причине, что силиконы, так же, как на наших волосах, будут накапливаться, допустим, на шерсти. Она потом станет не очень пышная. Кстати, изначально применение силиконов, именно они имеют место быть в кондиционерах для белья, так же, как и в кондиционерах для волос. Мы заметим хороший эффект. Шерсть не будет пушиться, она, возможно, даже будет меньше закатываться. Но с временем, со временем, если мы будем часто стирать такими средствами с силиконом, вообще-то шерсть, она потеряет свою пышность, и она, в общем, это станет не такой красивой, не такой приятной даже на ощупь, хотя будет очень-очень мягкой. Имейте это в виду. Поэтому средствами, которые я применяю для уборки, я не стираю именно из-за наличия силиконов. Стираю вот таким обычным средством, повторюсь, потому что оно стоит еще дешевле, чем средство для мытья посуды. Ингредиенты примерно те же самые, суть продукта та же самая. Единственное, что, конечно, на вот такие загрязнения, характерно жирные, скажем так, как скатерти, как, допустим, детская одежда, я бы все-таки рекомендовала вам использовать средство для мытья посуды. Ну, а для постельного белья подходит очень-очень хорошо. Я также говорила, что если вы будете спать в пижамах, то, в общем-то, постельное белье вам нужно будет просто освежать, то есть его не нужно будет отстирывать, ну, возможно, только наводочки. И вот такое средство, оно для меня теперь универсально. Я стираю все от спортивной формы своих детей, то есть она достаточно загрязнена всегда. С футбола приходит мой младший ребенок, у него именно на коленях прямо-таки грязь. И прекрасно отстирывает вот такой гель для душа. Только вдумайтесь, гель для душа, предназначенный для нашей кожи. И прекрасно отстирывает, в общем-то, грязь, землю, фангу. То есть это что получается? Это такая грязь на итальянском. Такая футбольная грязь. Нет, на самом деле это просто грязь. Соответственно, все прекрасно отстирывается, и поэтому я вам искренне рекомендую перейти с промышленных порошков, жидких либо сухих, по двум причинам. Все эти средства, о которых я вам сейчас рассказала, они стоят гораздо дешевле. И, по крайней мере, есть надежда, что они, если уж не смываются полностью, то смываются лучше. И все-таки предназначенные для прямого использования, для прямого контакта с нашей кожей, они, в общем-то, не настолько вредоносны. И на самом деле я часто говорю, и чем больше я читаю, тем, в общем-то, больше я убеждаюсь в этой мысли, что о тех или иных последствиях, которые имеют место быть, которые, точнее, сейчас не имеют места быть, мы узнаем, возможно, через 10, через 20 лет, и, возможно, даже не мы узнаем о нашей дете. И наверняка, я думаю, что эти последствия наступят в той или иной мере, но остается только надеяться, что все-таки все это будет не так серьезно. Тем не менее, та еда, которую мы сейчас едим, те ингредиенты, которые содержатся сейчас в еде, чтобы она сохранялась дольше, чтобы ее можно было перевозить на большее расстояние, те ингредиенты, которые сейчас содержатся в уходовых продуктах, в уходовой косметике, я думаю, что они рано или поздно станет известно, что они, в общем-то, достаточно хорошо, достаточно сильно вредят нашему здоровью. На этом я с вами прощаюсь, пошла я делать свои хозяйственные дела, как вы видите, я в передничке. Передничек этот обязательно войдет в серию недорогих подарков, которые можно подарить, которые нетривиальны, которые, на мой взгляд, очень-очень функциональны, всегда, что называется, пригодятся в хозяйстве и не захламят квартиру, жилище того, кому вы такой подарок подарите. Не пропустите это видео на канале. На этом я с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, желаю всем очень-очень хорошего дня, пока-пока!